Вот мат, да? Мат придавал силы, вот я знаю, в боях раньше, как бы, нашей нации и побеждали всех и вся. А сейчас его используют повседневно, там, как в обычном режиме, в обычном лексиконе. Есть эти слова, за которые, как бы, ну, раньше можно было получить оплеуху, так скажем. Да, конечно. А сейчас это там и в интернете, и везде. Вот теряем ли мы силу, теряет ли сила нация, используя эти слова понапрасну? Я уверен в этом, что теряет. Но первое, что я хочу сказать, что такое мат? Этот человек извергает из себя нечто. А что? Я отвечаю всегда так. Но если кому нравится валяться в своём Г, ну, пожалуйста, пусть валяется. Вот что такое. Мы что извергаем? Знаем, что? Едим одно, извергаем другое. Так вот и здесь человек, когда извергает, что такое Г, и вот он сам валяется в нём, и ещё других пачкает этим. Вот что такое мат. Вот что такое. Отвратительная вещь. А как влияет, мы знаем. Одно дело, приятно нам пойти, где посмотреть, всё чисто, аккуратно, всё сделано. И другое дело, пройдём грязь, беспорядок. Как это влияет на нашу психику? Ой, как сильно влияет, что вы! Ведь, вы знаете, внешняя сторона, внешние впечатления, они сильнейшим образом действуют на нашу душу. Это есть такой закон резонанса, когда каждое внешнее впечатление, оно отпечатывает. Дело вот в чём. Ну, психологи же говорят же. Ни одно впечатление не проходит бесследно в человеке. Всё! Человек – это потрясающий компьютер под бесконечной памятью. Всё закладывается туда. И вот эти грязные впечатления, так и так, они соответствующим образом потом дают себя знать в нашей жизни. Я привожу даже такой пример. Вы знаете, говорю, знаете, приглашают куда-то на приём, хороший дом, кажется, всё, вдруг всё приходит, и потом вдруг хватаются за нос и под разными предлогами уходят. Что такое? Трупный запах. Оказывается, под поле крыс разлагается, так, и где-то щель. Вот оно, что такое мат и прочие вещи. Мы разлагаем этим самым, это же закладываем в себя всякую грязь. – Слова такие, да. – Да, а потом, а потом ещё, и что, и действительно. – И удивляемся, почему вирус. – Да, 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 отравляем себе жизнь, только и всего. Так что это вообще, это просто отвратительное. – Хорошо, вот молодёжи совет тогда от вас. Вот как по максимуму избежать присутствия этого мата? – Вы знаете, что, к сожалению, большей частью у молодёжи одна болезнь – стадность. Стадность, мода. Если мода на ругань, всё, он же не может не ругаться, он пытается выкаблучиваться, то же самое, чтобы перепнуть другого. – Да, воспитывай только одно – неужели ты не имеешь никакой самостоятельности? Ты что, хочешь быть овцой в стаде, что ли? Будь ты самим собой, а не овцой. Вот на чём надо воспитывать. И у молодёжи, кстати, эта же струнка есть. Каждый хочет, конечно, быть самим собой. Так не будь ты стадный овцой, вот что. Но для этого, я вам скажу, огромнейшее значение, конечно, имеет вера в Бога. Вера в Бога и отсюда правильное понимание смысла жизни. Потому что мне кажется, что часто у молодёжи выбили это. Ведь атеизм советской эпохи, он же не прошёл же даром. Ну что вы! А этот материализм, который вся суть только в чём? Только в этой вот земной, дай мне счастье на земле. Это какое-то безумие. Безумие. Ну, представляешь, что это такое? Ты же сейчас вышел, тебя уже машина сбила. Все твои... Всё разрушено. Неужели понимаешь, что ты смертный? Вот эти... Нет вот этого понимания, нет этой философии даже. Вы знаете, те, которые преподают философией, которые занимаются, они же скажут, во что превратилась философия сама. Главный вопрос философии – что есть истина? Его нет в философии. Философии даже нет. Он исчез. Он исчез уже. Истина – это нет. Есть мнение, говорят. Ну, вы считаете, что есть Бог? Ну, пожалуйста. Я считаю, что нет Бога. Ну, пожалуйста. Какая разница? Нет истины. Есть, оказывается, мнение. Только это беда. Это беда. Потому что если нет истины, тогда вообще всё рассыпается. За что же держаться-то? За что держаться? Ясно всем, что если мы смыслом жизни поставим только вот это материальное благополучие, то со стороны посмотрели, скажут, ну, это идиот. Почему? Потому что ты не понимаешь, что ты, может, завтра умрёшь. А можно совмещать вот эти две вещи? Нет, не только можно. Нужно? А это даже нужно совмещать. Потому что мы состоим не из одного только Духа, но и из тела. Не даром молитву. Отче наш. Отче наш. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Конечно, необходимо. Апостол пишет, кто не работает, тот да не ест. Вот так. Конечно, необходимо. Но всё должно быть... Вся суть в чём? Что первично, а что вторично. Вот в чём дело-то. Одно дело, как Христос сказал, не ищите, что есть, что пить и во что одеться, а ищите Царство Божие, то есть ищите этого, этого смысла вечного. А мы как делаем? Нет. Ищите, прежде всего, что нам есть, пить и во что одеться. А Царство Божие приложится нам. Это же кретинизм. Весь смысл жизни увидеть в том, что мне отнимется. Ну, представьте, мне дают драгоценный какой-нибудь камень. Говорят, пожалуйста, вам дарят Алексей Ильич. Ой, спасибо, давайте, давайте. Так подержали, давайте. Как? А всё, ваше время истекло. Вот что такое все эти ценности земной, когда мы их делаем первичными. Ужас!